Всем привет, вы на канале CryptoCommons. В последнем видео мы говорили с вами об уровне золотого кармана, локальной вот этой вот коррекции, но мы, конечно, его не удержали уже, провалились ниже, и все начали говорить Greener Scam. И вот мы сейчас вернулись на его ретест, и посмотрим, что будет дальше. Тем не менее, я все равно считаю, что уровень очень сильный, и также, если мы можем провести наклонку, то мы видим, что мы прямо сейчас на ней, на этой наклонке, и тестируем ее, как возможную поддержку. Так что смотрите, ребят, сантимент нереально просто какой-то медвежий, кучу хейта, кучу каких-то, какого-то отстоя вообще полного в чате и в комментариях, необоснованной дичи, кучу обиженных, ликвидированных хомяков, ну, как обычно это и бывает. Поэтому, ребят, я вам респектую, если вы умеете контролировать свои риски и не влетаете на всю котлету на хаях. Вот, смотрите, три желтые точки на сайфере, на четырехчасовике, здесь нам сигнализировали о том, что это очень хорошая дивергенция, соответственно, мы уйдем гораздо выше. И вот, что мы видим, повышающиеся минимумы, и, скорее всего, мы уйдем сейчас выше. Но, естественно, дисклеймер, правильно, не финансовый совет, а то потом депозиты сливаете вы, а мне за вас обидно. Смотрите, что лично я тут на этом проливе сделал. Я сократил плюсовые позиции, когда увидел, что мы пробиваем этот уровень, и сейчас нарастил их обратно. Вот здесь вот я написал в чате 5x long. Я написал 5x long. Это, естественно, не призыв к действию. Это то, что делаю я. Я повторяю еще раз, я торгую на комфортный мне объем, не на все мои средства, поэтому, если вдруг меня выбьет по стопу или по ликвидации, то для меня это будет не так страшно, как для многих, я так понимаю, кто торгует на последние, на заемные и так далее. Поэтому смотрите, что хочется в целом сказать по рынку. Мы очень долго находились в этом нисходящем канале. Мы сейчас его пробили. И я думаю, что это очень хороший знак. Я думаю, что биткоин все еще выглядит по быче и собирается переписывать вот этот вот all-time high в 69000, как нехер сделать вообще. Смотрите, помните про волатильность x10 я вам говорил? Что это такое? Волатильность x10 подразумевает то, что мы в какой-то момент начнем видеть дневные свечки размером с большой каменный мост. То есть очень большого размера. Ну, грубо говоря, если мы возьмем вот это вот все расстояние, замерим и экстраполируем вот сюда, плюс увеличим его еще в масштабе, это все будет быстрее и крышесносней. Поэтому я жду, что мы пойдем как-то вот так вот по биткоину. Соответственно, мы можем реально за три дневные свечки просто протузамунить all-time high и пойти еще выше, закрепиться над ним. Вот. Я не говорю, что это точный план действий, но я говорю о том, что все на это указывает сейчас. Потом опять же, смотрите, какой расклад. То есть как по мне, так более обычного расклада вообще не придумаешь. Потому что, смотрите, у нас с вами консолидация, проторговка, восходящий быковичок, давайте так это назовем, который по логике пробивается наверх. И смотрите, что происходит там. У нас еще не было взрывной лопающейся вершины, которые обычно заканчиваются циклы. И я все еще ее жду, ребят. Вот. Я все еще думаю, что биток за 200 тысяч долларов в этом цикле и так далее, это вполне себе возможный сценарий. Тем более, если мы накинем логарифмический канал, мы увидим, что то, что я нарисовал, это вообще ничего такого абсолютно сверхъестественного нету. Если мы выключим логарифм, то это выглядит, да, более пампообразно. Но, тем не менее, это одни и те же значения. Вот. Значит, что еще хочется отметить? Вот такой вот скрин сегодня в чате обнаружил. Это реакция фондового рынка на сообщение о военном вторжении. Мы, конечно, стараемся не обсуждать здесь политику, но до тех пор, пока она не влияет на рынки, ребята. А то, что мы сейчас знаем происходит в мире, геополитическая ситуация, конечно же, все переживают, что рынки сейчас начнут дампить. Так вот, посмотрите. Из пяти случаев только один раз у нас последовал дамп. То есть, каждый раз после информации о вторжении рынки находили дно и разворачивались, как вы можете видеть из этих графиков. Соответственно, я думаю тоже, что очень хорошо всех попугали. Так что я думаю, что рынок сделает то, чего от него никто не ждет. А сейчас от него определенно никто не ждет пампа, ребята. Не просто пампа там какого-то локального небольшого, а конкретного тузымуна. Никто не ждет. Поэтому я все еще его жду. Считайте меня психом и нормальным. По моему теханализу рынок все еще бычий, потому что у нас есть повышающиеся пики и повышающиеся минимумы. А вы как хотите. Я вас ни к чему не призываю. Если вы видите тут дивергенции, слабость покупателя, то, пожалуйста, шортите. Вообще вопросов нет. А также, друзья, представляем вашему вниманию крышесноснейшую коллекцию NFT-шек The Presidents. Presidents NFT.com Тут представлены редчайшие экземпляры всех мировых вождей. Здесь вы можете подконнектить свой метамаск в сети Binance Smart Chain. И если у вас есть там немножко BNB, вы можете наминтить этих президентов, пока вся коллекция еще не выпущена. Смотрите, какие прикольные президентики. Вот, собственно... Сами понимаете, насколько они коллекционные. Вот, ну и короче... Короче, вот такой вот приватный президентский клуб, ребята, специально для вас. Всего 560 штук осталось наминтить, так что торопитесь успеть. И, конечно же, вступайте в русскую телеграм-группу президента NFT, ссылка на которую в описании к этому видео. Вот я тоже нажимаю Join, и я вступил. Вот у них тут есть видео, как сминтить президента и все такое прочее. Так что, ребята, дисклеймер не финансовый совет, а просто прикольная, интересная, развлекательная игра на блокчейне Binance Smart Chain. С роудмэпом, с рефералкой, с пулами, ликвидностью, со всеми, всеми делами. Вот они все, собственно, вожди пролетариата. На любой вкус и цвет, как говорится. Смотрите, какие красавцы. И вот такие вот психоделические президенты, собственно... Ну, а мы продолжаем наш выпуск. По альткоинам. По альткоинам, что мы видим сейчас, по доминации BTC, вернее, что она в который раз уже вот уперлась в сетку EMA Ribbon на недельном таймфрейме, никак не может ее пробить. Возможно, мы увидим сейчас ее пробитие. Но я все еще жду, что оно будет ложное, и мы пойдем еще ниже. Потому что вот этот вот лоу по доминации, ну, просто не может быть не пробит в этом альтсезоне. Потому что я еще раз вам напоминаю, в 2017 году монет было всего 1000. Сейчас монет 15000. И ликвидности там гораздо больше. Всякие DeFi, NFT и прочая-прочая тема. Парачейны, фигачейны. Все это смотрит только туда. Ну, как бы, фундаментально и технически. А так, в тему желтых точек, кстати, обратите внимание, на недельке на доминации была вот здесь вот желтая точка. И посмотрите, как она отыграла. Не сразу, как многим надо спекулянтам. Естественно, мы сходили еще ниже. Но в долгую, посмотрите, как она отлично отыграла. По доминации мы поднимались аж вот сюда. Поэтому, на мой взгляд, мы еще опустимся ниже. Поэтому я держу некоторые альты. Сами знаете, какие. Например, Dash. Dash, кстати, упал сильнее всех на этой коррекции локальной. Я имею в виду не вот всей этой коррекции. Ну и это, кстати, тоже. А локально вот, да, внутри дня там, скажем. Двухчасовой таймфрейм. Кстати, смотрите, на двухчасовике желтая точка прямо вот здесь. Dash упал, знаете, на какой новости там? На каких слухах точнее? У них сейчас раскол в комьюнити происходит. Для тех, кто не в курсе. Конфликт между Райаном Тейлором и большим количеством владельцев Мастернот. Которые устали от состояния Dash под руководством этого Райана и считают, что пришло время перемен. Короче говоря, там есть у них пунктик о финансировании. Часть награды с майнеров и с Мастернот, которые без того в минусе, идет на финансирование проекта. И вот они сейчас голосуют за то, чтобы послать нахер это финансирование. И, собственно, больше награды получать себе. Ребята, понятно, что на первый взгляд это раскол, это сейчас дампит цену. Но я вам так скажу. Помните эфир классик? Давайте просто вот отбросим весь этот фат, как сейчас и в мире происходит, и на крипторынке. И посмотрим тупо технически. Где сейчас Dash? Объективно на своем дне, да? По сравнению с тем же эфиром или биткоином, который уже, скажем так, примерно вот здесь. Чтобы вы понимали. Сходит он чуть ниже, не сходит. Это другой вопрос, да? То есть, если уж говорить про дно вот этого канала, то это 50 долларов за монету. Как бы не вопрос. В краткосроке, если мы увидим такие цены, то это будет, как говорится, спасибо, что так дешево и так долго, да? Спасибо, что так долго удерживали цену до скидок. Но! Вспомним историю с эфир классиком, друзья мои. Который, между прочим, кстати, является настоящим эфиром, если вы не в курсе. Посмотрите обязательно мой видос про хардфорки. Сейчас он появится вот там вот, сверху справа. Нажмите и посмотрите. Короче, эфир классик тоже у нас с вами валялся вот здесь вот. Помните? После предыдущего своего пика. Валялся, валялся. И что там было? Думаете, все его покупали? И говорили, ох, как классно, сейчас мы полетим на Луну с 5 баксов на 180. Нет, конечно. Знаете, что здесь было? Я вам напомню. Здесь были сплошные атаки 51% на эфир классик. И его хоронили все. Мы-то его здесь покупали. Я покупал, и вы, я надеюсь, покупали, кто меня смотрел. Как и доджкоин внизу. А все что говорили? Все говорили, эфир классик это скам. Две или три подряд атаки 51% на сеть. По 5000 подтверждений надо было ждать на биржу целую ночь, чтобы запендился депозит. И все говорили, ну все, это полное говно. И что мы увидели? Как эфир классик за ту замонил на 2000%. И это, кстати, только на полы не на 2000%. А на банане и на других биржах он выдал все 3000%. А там, если с самого дна мерить, то вообще все 40x. Поэтому, друзья мои, дисклеймер, не финансовый совет. Все ссылки в описании. Я свою болтовню подкрепляю реальными сделками. Как вы видите, не на демо счете, а на настоящем. Стою в лонгах, разгруженный догружаю. Что-то в минусе, что-то в плюсе. Плюс я закрывал вчера, поэтому вы видите в основном то, что в минусе. Тем не менее, я добираю позицию, донакапливаю. Страшно, я покупаю. А когда все жадные, я продаю. Я надеюсь, вы делаете так же. Вот все мои позиции. Накинул на биткэш обратно. Вчера скидывал биткоин. Сейчас немного поболтает, видимо, еще. И думаю, что будет сильный отскок. Вы поймите, просто не бывает такого, чтобы рынок только падал или только рос. Он уже очень давно падает. И пора бы ему хорошенько помпануть. Потому что даже кто считает, что мы в медвежке, ребят. Вот даже если вы считаете, что мы в медвежке. То посмотрите, где мы в медвежке. Мы на поддержке. Мы на поддержке средней цены. Moving off. Что происходило даже здесь на медвежке, когда мы были на поддержке? Мы отскакивали на 100%, на 80%, на 60%. То есть, как минимум, сильный технический отскок нас ждет. Где-нибудь на 52 тысячи. А там уже будем посмотреть. Но я верю в то, что мы в бычке, и все будет хорошо. Вот. Потому что, ребят, еще раз вам говорю. Честная цена биткоина, справедливая цена. Важный момент. Я написал в чате, что тогда, когда мы были вот здесь, у нас справедливая цена биткоина была вот здесь. Вот наши moving'и. Смотрите. 17-20 тысяч долларов. Второй раз, когда мы были вот здесь, справедливая цена биткоина была уже на 35 тысяч долларов. Я просто по moving'ам смотрю. А сейчас уже, понимаете, справедливая цена биткоина в районе 35-40 тысяч долларов. То есть мы сейчас прямо на ней и находимся, посмотрите. Вот, я там писал про 50 тысяч долларов, но это тоже имеет место быть, если вы смотрите на недельную сетку. Тогда здесь чуть повыше все это было. Здесь у нас было 30 тысяч долларов, здесь у нас было 40 тысяч долларов. Это, кстати, имеет место быть. И здесь у нас сейчас уже 45-50 тысяч долларов. Это справедливая средняя цена, понимаете? Если мы продолжим двигаться наверх, и это все медвежья ловушка, то то, что я вам сейчас говорю, имеет место быть, потому что мувинги, они на самом деле более точно показывают цену, справедливую цену, чем свечи. Но по свечам есть, конечно, у нас медвежий знак. Это то, что мы провалились ниже, вернулись на ретест сетки, отбились как от сопротивления, и сейчас снова идем ниже. Поэтому, друзья, красная точка на сайфере. Дисклеймер, не финансовый совет. Если мы упадем вниз, Рафаэль окажется прав. Снимаю шляпу. Отписывайтесь от канала, ставьте диз. Всем лосей, и это был сарказм. Это был Грин, и канал Криптокоммент. Если вам заходит такой формат, ставьте лайк, темп профитролей, и скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok